Ну что ж, друзья мои, продолжаем эфир на Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы – дачный вопрос. Бизнес на подмосковной недвижимости. Ну, дачный вопрос в пятницу, мне кажется, очень и очень уместен. Поговорим мы на эту тему с сегодняшним гостем программы в студии Виталий Мишуков, коммерческий директор компании М9 Девелопмент. Добрый день, Виталий. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, радиослушатели. Очень актуальная тема сегодня у нас. Но она актуальна почему? Потому что пятница? То есть завтра надо на дачу ехать? Потому что пятница, потому что городской житель стремится все равно на природу в любое время года. Поэтому это всегда вопрос актуальный. К тому же, я думаю, что у наших радиослушателей много своих вопросов по этой теме. И не всегда есть какие-то, скажем так, понятные ответы на них. Потому что СМИ пестрят разного рода информацией, которая, в общем-то, отчасти пугает, отчасти дает какой-то, может быть, все равно немножко оторванную от реальности информацию. Ну вот у нас с вами и есть сейчас возможность дать информацию более реальную, видимо, да, и, соответственно, ответить на многие вопросы наших слушателей. Для этого, кстати, я напомню, есть телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы 495. И для этого сайт есть finam.fm. Вы можете позвонить, написать и задать свои вопросы Виталию. Ну что ж, давайте начнем наш разговор. Виталий, первый, наверное, традиционный, да, в таком случае вопрос. Почему М9, почему именно Новая Рига? Да, это абсолютно логично, потому что проекты, которые наша компания реализует и выводит на рынок, это проекты, которые все находятся по направлению на Новорижском шоссе. То есть это Истринский район, Красногорский район и, соответственно, отсюда и название компании M9 Development. Ну а почему именно там-то? Что там какие-то преимущества, там лучше обстоит дело с экологией, да? Ну так исторически сложилось, что как-то облюбовали мы это направление и уже на протяжении многих лет работаем, продаем, строим, да. То есть команда нашей компании, это высококлассные специалисты и, соответственно, земельный фонд, частный земельный фонд, который входит, как бы сказать, в активы нашей компании, он сосредоточен именно на этом направлении в этих двух районах. Поэтому и отсюда название компании. То есть мы, так конкретизирую, не собираемся строить что-то на Калужском шоссе или на Горьковском направлении. Ну то есть так сложилось, да? Так легли звезды, так сложилась жизнь. Ну можно так сказать, да. Кстати, у нас есть, уже есть звонок, давайте послушаем. Илья, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Алло, день добрый. Может быть вопрос у меня не совсем профильный для гостя вашего, потому что вот я просто с такой проблемой, что если с недвижимостью в Москве все понятно, то есть можно открыть кучу сайта существует на Формотронах, где получить стоимость примерно квадратного метра. Ну примерно. По участкам, по загородной недвижимости, особенно участкам, знаете, вот садоводческих товарищей 600, такой базы практически нет. То есть вот узнать, сколько стоит участок, например, это невозможно сделать. Вот. Есть какие-то выходы, но это скорее, наверное, вопрос вашего гостя не как М9 Девелопмент, а именно как человеку, который занимается загородной недвижимостью. Может быть, он что-то подскажет, как можно по району Московской области примерно сказать цену за сотку. И тогда он, понятно, делает коммуникацию, а на условиях. Понятно. Спасибо. Спасибо за звонок, Илья. Вопрос понятен. Я так понимаю, да, что основная проблема, о которой Илья сейчас говорил, заключается в том, что если недвижимость Москвы, города Москвы, да, какая-то есть база единая, что ли, вот я так понимаю, что подмосковной недвижимость единой базы нет. Ну, не совсем так. В общем-то, все сопоставимо, как и, так же, как и с недвижимостью городской. Те базы, которые по городской недвижимости, они, в общем-то, опять же, отталкиваются не от места расположения, да, а, наверное, от класса того или иного объекта, от его там готовности, если это новостройка, или это там вторичный рынок. То же самое можно сказать и про загородный рынок. И здесь вот вы сказали как раз про садовое товарищество, да, то есть это такой сегмент, который немножко находится за, наверное, как бы за теми пределами пристального внимания и какого-то работы аналитиков и маркетологов в загороде, потому что он, рынок, на самом деле, такой, как бы слабо развивающийся и имеет, ну, очень сомнительные перспективы развития, потому что, как правило, там не все хорошо с коммуникациями, это все-таки, что мы называем наследие нашего прошлого, да? Советского. Советского, да. Вот, но, тем не менее, все равно, отвечая на этот вопрос, что вы можете в интернете поискать, посмотреть ресурсы, то есть советую именно какие-то порталы смотреть там, ну, вот садовое товарищество здесь, наверное, не подскажу, то есть, а если вообще в целом так хотелось бы проследить, посмотреть, сравнить какие-то цены, то наиболее полные базы можно увидеть на сайтах, порталах, там, коттедж.ру, допустим, поселки.ру, ну, и, в принципе, в любой поисковой системе вы можете забить, там, коттедж, коттеджные поселки, там, направления, там, аналитику или что-то, да, то есть вам на первой странице выйдут именно как раз все ресурсы, которые в целом вам покажут где-то базу поселков, ну, начиная там от 600 до 1000, да, и вы уже сами можете в поисковике забить какие-то параметры и увидеть какую-то динамику, там, или если вы хотите оценить свой собственный объект, то, я думаю, тоже нет проблемы. Ну, и самый, наверное, удобный вариант – это риелторские компании, которые или приближенные какие-то города, допустим, или населенные пункты, которые вот к местности приближены, потому что они все-таки в этом направлении, там, или в этом районе знают ситуацию, или же крупные компании, которые работают по этим направлениям, и их база наиболее, там, скажем так, наполнена объектами этих направлений, этих, или по этим районам. То есть, ну, вот, что я могу посоветовать. Понятно, понятно, спасибо. Спасибо. Вернемся к нашему разговору. Виталий, все-таки хотелось бы, чтобы мы с вами поподробнее несколько остановились на преимуществах, на преимуществах, точнее, этого направления. Ну, понятно, почему компания М9 Девелопмент оказалась там, вы уже рассказали. А, в принципе, да, если вот брать интерес рядового потребителя, условно говоря, вот есть желание, есть возможность, да, приобрести загородное жилье. Ну, наверное, я буду смотреть на географию ближайшего Подмосковья, в зависимости от каких-то своих собственных предпочтений или близости, там, да, городского проживания, или, может, там, родственник у меня где-то рядышком. А если никаких этих зацепок у меня нет, то я выберу там, или постараюсь выбрать, да, ну, наиболее А, доступное, наиболее Б, экологичное, ну, и так далее. Вот, если говорить о Новой Риге, да, вот в чем здесь преимущество этого направления? Ну, наверное, основное преимущество Новорижского направления, это все-таки экологичность. Почему именно я это ставлю первым пунктом в выборе? Потому что все-таки городской житель, когда, скажем так, когда у городского жителя встает вопрос о том, что ему нужна дача, что он хочет выехать за город, отдохнуть, провести как-то время, и не важно, как это временное дачное... Виталий, я прошу прощения, мы сейчас прервемся новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс на Финам.ФМ». Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Виталий Мишуков, коммерческий директор компании M9Development. Мы обсуждаем тему «Дачный вопрос. Бизнес на подмосковной недвижимости». Напомню, телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, спрашивайте, делитесь собственными мыслями по этому поводу. Итак, Виталий, продолжим наш разговор. Вы начали рассказывать, в чем преимущество именно этого направления «Новая Рига». И в числе первых поставили все-таки экологию. Экологию, да. И «Роза ветров» в Подмосковье таким образом складывается, что именно юго-западное направление всегда было, скажем так, отличалось в лучшую сторону в этом плане. И, наверное, неспроста, в общем, точно так и есть, что все наши в советские даже еще времена номенклатурные, ведомственные, прочие стародачные места, они, в общем-то, на этом направлении все и складывались. Вот, поэтому как раз «Ново-Рижское» направление, оно находится в очень выгодном в этом плане месте. Второе — это все-таки трасса и удобность как самой широкополосной трассы, так и попадание в город, и выезд из города. Ну, вот это сейчас временное неудобство, конечно, есть, но это все до 2015 года, в общем-то, для дачников это не проблема. А временное неудобство с чем связано? Там что-то реконструируют? Да, сейчас реконструируют, расширяют, то есть трасса будет еще больше, еще шире, и, в общем-то... И так же за ней не будет, да, светофоров, и так же не будет перекрестков. Да, да, конечно, да. Вот, и это второй момент. Третий — это все-таки то, что «Ново-Рижское» направление является лидирующим и одним из самых престижных. Вот, все-таки это направление бизнес-класса, поэтому для многих именно этот фактор тоже является таким... Важным, да, определяющим. И, конечно, мы не ждем, что из Новогиреева к нам какой-то большой поток двинется, но не исключено, что, в общем-то, для кого-то именно вот этот фактор может тоже как-то повлиять. А может быть, кто-то рассмотрит «Ново-Рижское» направление для постоянного места жительства, потому что фактически именно так все и начинает складываться. Я думаю, что года через три, в принципе, мы увидим, что на Ново-Рижском направлении именно такие, как сказать, какие-то кластеровые места застройки с инфраструктурой, они будут более явными, и, в принципе, все необходимое для жизни будет не только там до 30-го километра, но и дальше. То есть вот наши проекты, они как раз, в общем-то, учитывают вот эти все чаяния наших потенциальных покупателей, и поэтому мы именно думаем также о развитии инфраструктуры, которая максимально может вот именно удовлетворить как именно все те моменты и услуги, которые человек может получить и в городе, так и то, что он в городе получить не может. То есть это именно вот эти вот прелести загородной жизни с отдыхом, с природными какими-то радостями. У нас, в общем-то, название нашего поселка, оно так и звучит — радость. — Это символично, я думаю. — Да, это очень символично. — Кстати, о прелестях надо обязательно поговорить более детально. Я хотел бы сконцентрировать сейчас вот на чем. То есть правильно я понимаю, мы говорим сегодня на тему дачного вопроса, но, в принципе, смотрим на эти вещи более широко, потому что, ну, как минимум, у меня есть необходимость раз в неделю выезжать на дачу, и особых требований с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения самого строения, может быть, я и не предъявляю. С другой стороны, появляется возможность вот из Новогиреева или еще откуда-нибудь переехать и обосноваться там, да, то есть, соответственно, выбрать основное место жительства, может быть, даже поменять московскую квартиру, да, бог не и в Новогиреево тем более, на какой-нибудь особнячок на Новой Риге. И тогда, естественно, требования, да, и к самому строению, и к тому, что вокруг него несколько иные. Вот если можно более подробно, ну, во-первых, расскажите, Виталий, насколько эти сегменты, да, друг другу соответствуют, ну, то есть, статистические данные какие, больше там дачников или больше, наоборот, тех, кто пытается там осесть навсегда, и как действительно вот компания, да, Ваша, в частности, и Ваши коллеги решают вопросы инфраструктуры, потому что наверняка тоже это не так просто. Да, вот мы, когда проектировали проект «Наш поселок Радость», мы его, в общем-то, даже начали позиционировать как новый взгляд на дачи, да, то есть на дачную жизнь, неудачи, так сказать. И, по сути, отталкивались, наверное, от каких-то больше маркетинговых исследований, от каких-то, ну, скажем, просто предположений, что сама удаленность, наверное, все-таки больше для дачников. Это те самые 30 километров, да? Это 52 километра, да. Ну, что мы сегодня уже видим? Мы сегодня видим, что наши покупатели, наши будущие жители, это, как бы, такая аудитория, которая, в общем-то, не рассматривает это как дачи, а рассматривает наш поселок как для постоянного проживания, вот. И все больше и больше именно поселков, которые заполняются на сегодняшний день на удаление, там, 60, даже 70 километров, и это где-то 50-70 процентов постоянно живущих жителей. То есть, соответственно, в общем-то, размывается вот это понятие, которое, там, какое-то время назад было такое явным, потому что... Только для дачи? Только для дач, да. И, соответственно, там вставал вопрос, а надо ли такой-то, такой-то материал, там, применять? Да, 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 вот это важно, конечно. Или надо ли такие вот тратиться, так, на коммуникации, там, надо ли так тратиться на охрану, да, там, если мы понимаем, что, в общем-то, скорее проще поставить, там, решетки на окнах и не тратиться на чистку, там, уборку и прочее. Ну, то есть, как бы поддержание, да, вот, и обслуживание этих поселков. Но сегодня мы видим, что, в общем-то, на самом деле, загородная жизнь, это уже не просто как место, куда люди выезжают как-то фрагментно, да, для того, чтобы провести, там, сутки или несколько часов порой, да, и вот, как вы говорите, что особых требований не предъявляя к этому. Я подозреваю, что все-таки у нас прошел тот этап, когда мы могли как-то взвесить, оценить, отдыхая за городом, да, то есть, как нам наиболее комфортно. То есть, мы прошли те этапы, когда мы приезжали, как бы какой домик, да, там, переночевав, проведя там какое-то время, выходной, да, шашлычков пожарить, в баньку сходить, да, и... Да, ну, это хорошо, если банька есть. Да, кстати. Вот, а сегодня уже запросы меняются. И все-таки еще отмечу один очень важный момент. Я думаю, что как-то все равно подсознательно, особенно, когда все-таки речь идет о семейном бюджете, да, то есть, все равно, ну, и еще плюс ко всему, люди все-таки становятся все более как-то образованными, более подкованными, то есть, все прекрасно понимают, что недвижимость — это не просто какое-то развлечение временное, а слово «ликвидность» для них уже становится таким, как бы, ключевым, наверное, да, то есть, в выборе недвижимости, любой причем, неважно, квартира это или дача. Вот, и здесь вот именно как раз вот это понятие ликвидности, да, оно начинает, соответственно, работать при наличии всего опциона, вот это вот, который наиболее соответствует загородной жизни. То есть, здесь и само домовладение, да, то есть, какие материалы, то есть, в общем, что оно из себя представляет, участок, поселок, наличие инфраструктуры, каких-то природных зон, водоемов там, ну, и, соответственно, удаленность, да. Вот в результате есть примеры, когда на начальном этапе... Пойдемте, у нас рубрика «Вне времени», а потом поговорим примеры. Итак, друзья мои, продолжим эфир «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с дачным вопросом, бизнес на подмосковной недвижимости. У меня в гостях Виталий Мишуков, коммерческий директор компании «М9 Девелопмент», телефон студии 65, извините, телефон студии 65, 10, 99, 6, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ», вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив или написав, задав вопрос Виталию. Продолжим, продолжим, Виталий, разговор. Действительно, есть смысл, может быть, уже в деталях посмотреть, да, как выглядит сейчас, на ваш взгляд, прежде всего, на ваш конкретный, и, на взгляд, ваших коллег, вот эта самая востребованная недвижимость, да, за МКАДом. Причем, наверное, слово «дача», ну, в таком сакраментальном классическом смысле, наверное, уже и не очень корректно, да, в отношении нее. Да, да, потому что все-таки есть некие ассоциации, вот, и это порой где-то мешает, потому что все-таки дача ассоциируется в большей степени, наверное, с шестью сотками и сборно-счетовыми домиками, то есть вот эти садовые товарищества, и в меньшей степени со стародачными местами, где, в общем-то, и сегодня довольно-таки сохраняется такая комфортная атмосфера, и, в общем, все-таки не шесть соток, сосны... Вековые. ...на участке, да, и все больше и больше, в общем-то, да, довольно-таки такие приличные, я бы сказал, замки и приличные коттеджи в этих стародачных местах, вот. Но в целом мы прошли за, ну, будем так говорить, 20-летний, наверное, да, период, мы прошли уже несколько этапов и перезагрузок, когда, получая опыт загородной жизни, мы меняли свои какие-то запросы, да, то есть, соответственно, менялись запросы, менялись и предложения, то есть если так вот коротко, да, там, вспомним 90-е годы, то есть период гигантизма, у нас появлялись какие-то отдельно порой где-то строящиеся, ну, или где-то какая-то застройка, может быть, и массовая, ну, это все-таки какие-то безумные замки, вот, это огромные заборы, это, в общем-то, какие-то такие территории, которые, в общем-то, они, скажем, не вписывались или как-то диссонировали, наверное, с окружающей средой. Это так, это так, да. Потом, значит, мы стали двигаться в сторону организованных, но, опять же, охраняемых коттеджных поселков, и слово охраняемое, это было тоже ключевым, потому что именно забор по периметру на входе ЧОП и пропускная какая-то система, да, то есть она все-таки, опять же, выделяла, то есть именно престиж здесь, именно какая-то безопасность, да, то есть были тоже ключевыми, вот. Потом, значит, был период некой такой массового выхода коттеджных поселков на рынок. В принципе, они, по сути, похожи один на другой, то есть, ну, скажем так, привлекательность самого бизнеса для инвесторов, стало очевидно, и поэтому просто там друг друга копировали, да, то есть сильно не, ну, сильно не... Не выделялись. Как бы не выделялись, сильно не отличались, что по архитектуре, что, в общем-то, по каким-то концепциям, даже территории, которые выделялись вот на общественные зоны, да, то есть они, в принципе, где-то 15, ну, максимум 20 процентов, да, было вот там на дороге, на какие-то площадки, общие общественные зоны. Сегодня уже тенденция там меняется. Я просто хотел бы, да, подчеркнуть то, что вы сказали, вот именно в этот период основной составляющей была именно инвестиционная составляющая, да, то есть активно люди вкладывались, может быть, даже не с точки зрения пожития, пожития, а именно с точки зрения, да, заработать, потому что рынок рос бешенными. Это как раз, я так понимаю, период докризисный, да, до кризиса 2008 года. И, соответственно, так как все-таки предложения опережали спрос, то, соответственно, рынок, он и стал как-то подтягиваться, да, потому что, ну, такое было ощущение, что, в общем-то, ну, нет дна, да, вот у этого процесса. И в какой-то момент вдруг ситуация преломилась, вот. Объективно поначалу было сложно ее оценить, и мы искали какие-то, наверное, внешние причины того, что почему у нас такой какой-то кризис, скажем так, загородной недвижимости, потому что многие поселки просто встали, и там продажи где-то или вообще остановились, или в разы сократились. Вот. На сегодняшний день можно ответить на этот вопрос, сказать четко, что просто произошла очередная перезагрузка. Так же, как в свое время, скажем так, строились эти особняки, огромные замки, и они не продавались, так же и наступила очередная перезагрузка, когда просто те форматы, которые делались вот в тот, в этот период, там, в первой половине двухтысячных годов, там, ну, скажем, вот этот период, этот формат просто он перенасытил, да, то есть спрос на него был, на сегодняшний день просто спрос уже поменялся, и он меняется в сторону как раз комфорта, удобства, да, то есть наличие каких-то зон отдыха, инфраструктуры, вот, и уменьшается запрос именно в сторону увеличения, там, участков квадратных метров площади, да, то есть тенденция такова, что, в общем-то, обслуживать всю эту территорию, это тоже накладно, это нужно какой-то держать свой собственный штат, или, в общем-то, думать о том, чтобы в поселке была дополнительно какая-то, как бы сказать, служба, да, которая могла еще и обслуживать, и убирать эти дома, там, приводить их в порядок, территорию. Но это, естественно, все будет гораздо дороже уже. Да, соответственно, все это отражается на стоимости, и понятно, что снизить стоимость соток и квадратных метров очень сложно, потому что все равно есть где-то какой-то, ну, вот, некий порог, да, и стоимость, она складывается, там, из некоторых факторов, там, той же земли, это и направление, и удаленность, и наличие коммуникации, и наличие природных зон, то есть, там, водоемов, леса или отсутствия его, вот. И, соответственно, то есть, площадь домов то же самое, то есть, если посмотреть, там, на проекты, которые выходили в начале 2000-х годов, то они как-то похожи даже по стилю, по каким-то, по отделочным материалам, там, по окрасу даже, там. Сегодня все-таки это тоже уже немножко не очень в тренде, да, потому что, ведь, те люди, которым было 20 лет тогда, да, им сегодня 30 и более, это уже люди семейные, и они уже, скажем так, имеют опыт, ну, как бы, путешествий, они имеют опыт и какой-то загородной жизни, если не своей собственной, то ездят, отдыхают на базах отдыха, да, они видят, как люди за границей живут, они видят, как их друзья живут в этих коттеджных поселках, они всю эту информацию, в общем-то, переварили и не готовы, не готовы именно к приобретению того, что рынок им приготовил еще вчера, вот. А, соответственно, где-то себе их чаяния, они таковы, что на рынке этого нет. Мы проанализировали все эти моменты, и поэтому наши проекты, они как раз вот больше соответствуют вот этим запросам целевой аудитории, и поселок Радость, он подтверждает именно ситуацию, которая вот у нас с продажами, и те клиенты, которые к нам приезжают, мы видим, что на самом деле очень приятно, и нас это радует, что мы, по сути, попали точно со своим форматом, потому что нам, наши клиенты, они именно как раз и дают обратную связь по поводу того, что они именно этого и ждали, они именно этого и хотели. И даже сами стратеги, сам, как бы сказать, те инструменты маркетинговые, которые мы применяем, они показывают, что наши продажи, они такие не агрессивные, потому что мы, ну, скажем так, не забиваем ни эфир, ни СМИ, ни пространство, какие-либо там рекламные носители своей рекламой, а просто, по сути, в соцсетях информируем о нашем продукте, и все как один, по сути, говорят о том, что когда мы увидели вот ваше предложение, мы сразу захотели, то есть оно побудило. То есть в большинстве своем это люди, которые не просто там думали о том, что вот нам надо поехать и выбрать что-то за городом, а где-то, может быть, они даже, мы им помогли в том, что мы их побудили, да, побудили именно к этому, потому что они увидели, им понравилась сама архитектура, то есть это совершенно отличается от того, что преобладает в основном на рынке, потому что это такой, какой-то современный модный формат, красиво смотрится, хорошие современные материалы, то есть это энергосберегающие, опять же, технологии мы применяем, это лес, потому что, в общем-то, ну, если посмотреть, у нас очень мало предложений, предложений, вот такого лесного формата, очень мало предложений, и основная масса, это, конечно, в элитном сегменте, и так уж исторически сложилось, поэтому это тоже... А в элитном это, соответственно, дорого, значит, да? Это да, это дорого и очень дорого. Вот, ну и инфраструктура, потому что у нас и естественное озеро на территории поселка, хоть поселок и небольшой, и, в общем-то, в инфраструктуре мы планируем как раз, чтобы были именно все те опции, о которых вот я уже и говорил, и могу более подробно рассказать, то есть это совмещение именно городских... Возможностей. Возможностей, да, вот для отдыха, развлечений, причем семейных, да, то есть вот именно потому что мы все-таки большой делаем упор на детей, причем даже и на подростков в том числе, потому что как-то вот обидно так получается, что многие детскую инфраструктуру тоже планируют, но в большей степени рассчитаны на детей, там, возраста такого где-то даже дошкольного порой, а подростки как-то у нас остаются вообще-таки, то есть, ну, для них ничего особо не предлагается. Вот, мы этот тоже момент учли, и для подростков планируем сделать такой экстрим-парк, то есть это, я думаю, что будет интересно не только подросткам, но и родителям тоже. Да, то есть заготовили мы интересные такие, как бы сказать, опции для отдыха, которые, ну, не буду сейчас пока раскрывать. Это пока коммерческая тайна, да? Да, это будет очень оригинально. Я понял. Хорошо, Виталий, спасибо огромное. Значит, мы сейчас еще раз с вами прервемся, послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим. Ну что, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.фм. Сегодня в студии Виталий Мишуков, коммерческий директор компании M9 Development, мы обсуждаем дачный вопрос и говорим о бизнесе на подмосковной недвижимости. Я напомню для вас, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании finam.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, Виталию он на них с удовольствием ответит. Продолжаем разговор. Ну и, если можно, Виталий, давайте еще раз, может быть, более детально с вами обсудим, а как сейчас, вот, с учетом всего того, о чем вы рассказывали, с учетом новых реалий каких-то, перезагрузки очередной, да, как сейчас все-таки выглядит наиболее востребованная загородная недвижимость, которая, еще раз напомню, да, в себя включает многие опции, многие составляющие и может служить как и для недвижимости для дачного отдыха, так и для постоянного места жительства. Правильно я понимаю? Да, все правильно. Ну, на самом деле, хотелось бы сказать о том, что мы на протяжении последних лет и наши коллеги слышали от потенциальных покупателей, да, которые выбирают направление и приезжают в разные коттеджные поселки на Новой Риге. То есть, основной вопрос, основной вопрос, это, значит, доступность, то есть, логистика и инфраструктура для детей. Причем, инфраструктура для детей, это подразумевает себя как общебразовательную систему, так и систему развития, да, то есть, оздоровительное развитие какое-то интеллектуальное, творческое и прочее, прочее. То есть, чтобы именно полноценно ребенок в семье, да, мог, скажем, найти возможность развиваться, быть чем-то занятым, для того, чтобы не нужно было проделывать многочасовые перемещения, для того, чтобы поехать в Москве и, скажем так, ну, это сильно изматывает, очень сильно изматывает. И ребенка, и родители. Да, и поэтому, в общем-то, скажем так, нет, допустим, в семье финансовые проблемы, да, и по всем остальным факторам они готовы, да, то есть, им нравится, они хотят переезжать, но вот именно вот этот вопрос, он становится таким очень сложным. Смотрите, я понимаю, что этот вопрос, он ведь не в видении девелопер, да? Как можно? В каждом поселке вы не построите школу? Да, и нет, потому что тут, понимаете, как, в общем-то, если устраняться от этого, вот нам, как девелоперам, и ждать, что местная администрация, там, или сельские поселения, или районы. Активизируются. Да, как-то активизируются и будут именно об этом думать и выделять какие-то средства на это, то, ну, мы, наверное, очень долго еще будем вот решать этот вопрос. И, ну, если в самих районных центрах он не особо этот вопрос решается, то уж там где-то в районах, тем более, все-таки коттеджное строительство, оно, ну, не является такой вот именно какой-то, ну, скажем, зоной интереса для администрации районов. То есть вот особенно на том этапе, когда уже идет реализация и заполнение этих поселков. Вот. Поэтому устраняться от этого ни в коем случае нельзя. То есть девелоперы, как никто, должны думать и, я считаю, что даже объединять, наверное, свои какие-то усилия. То есть все-таки вот мы с коллегами часто, бывает, собираемся и думаем, обсуждаем эти вопросы. И уже, в принципе, все чаще и чаще встает вопрос о том, что именно думать о том, чтобы создавать кластеры какие-то, да, то есть привлекать инвесторов именно не только на домостроительную часть вот эту, да, а еще и на, как отдельные инвестпроекты именно по инфраструктуре. И, ну, это все-таки такой немножко новый, наверное, шаг, потому что мы начинаем проводить какие-то исследования, мы начинаем делать финмодели, то есть какие-то концепции, то есть рассчитывать, то есть чтобы понимать вообще, то есть как это может быть инвестиционно привлекательно. А опыт за рубежом вы в этой ситуации не оцениваете? Мы обращаемся к тем специалистам именно, которые работают вот в этом рекреационном, так сказать, бизнесе много лет, которые именно анализируют, собирают опыт зарубежный, и, в общем-то, есть понимание, как это нужно делать, то есть на что делать упор, потому что все-таки одно дело это курортные там истории, и другое дело это когда средняя полоса это Подмосковье, и, в общем-то, там те же самые природные, ну, вернее, даже, как сказать, по времени года, да, то, что у нас снег лежит большую часть, да, и, в общем-то, скажем так, в это время тоже мы живем, и нам нужно именно в инфраструктуре учитывать это. Получается на Новой Риге на сегодняшний день, что все-таки есть пробел, потому что инфраструктура начала складываться так, которая довольно-таки такая вот соответствует, особенно, в первую очередь, этим городским опциям, да, она складывается все-таки где-то на рубеже, там, до 20-го, там, 25-го километра, так скажем, да, и все, а дальше получается, что у нас особо-то ничего и нет. Ну, и даже то, что есть вот до этого 25-го километра, это все-таки закладывалось для такого больше элитного сегмента дорогого, и, ну, скажем прямо, да, то есть не все могут себе позволить и платить, как и за те школы, которые имеются, и, в общем-то, за те услуги, которые предлагаются в этих местах. То есть рынок ждет каких-то предложений, то есть рынок имеет в виду потребительский, то есть именно это уже как живущие люди в поселках, так и те, которые стали уже клиентами, те, которые уже приобрели и, скажем, находятся в разных стадиях ожиданий, когда там дом строится или уже отделывается, да, ну, то есть это все равно вот год-два, да, то есть через 2-3 года это реально серьезный спрос, это реально серьезная проблема, если она не будет решена вот уже сейчас, если сейчас не будет каких-то предложенных вариантов, потому что это серьезно влияет на скорость продаж. То есть плоди того, что могут серьезно упасть как раз и продажи-то, да, если эта проблема не будет решена? Я бы так сказал, что решая этот вопрос, мы серьезно поднимаем продажи, да, потому что говорить о том, что они упадут, ну, в общем-то, наверное, это для всех, для нас актуальнее говорить о том, как их поднять, а поднять их можно вот именно таким образом, потому что есть статистика, это не просто наши какие-то фантазии, это есть четкий, понятный запрос наших клиентов, потому что если мы даем инфраструктуру для отдыха, жизни, развлечений именно за городом, со всеми опционами, как городскими, так и вот этими природными, там, оздоровительными, развивающими, то, соответственно, мы тогда начинаем поток увеличивать, то есть воронка продаж будет, соответственно, конечно же, расти. В своем проекте мы именно как раз этот момент учли, причем у нас в этом следующем году выходит, по сути, почти одномоментно еще два проекта одновременно. Один проект, это он с таунхаусами, это 14-й километр Новой Риги, Новорижского шоссе, и еще один проект, коттеджный поселок, который находится на 20, там, где-то третьем километре у нас. Вот. По сути, мы попадаем тоже вот в эту зону, да, в которой все-таки дела обстоят получше, но, тем не менее, есть большой спрос на общебразовательную систему, да, и вот как раз в поселке таунхаусов у нас запланировано два детских садика, школа, ну, там, набережная, то есть зоны для отдыха, развлечений, то есть со всеми необходимыми вот этими опциями для отдыха и развития. А в поселке Радость, это уже у нас 52-й километр, то есть фактически мы находимся здесь в той зоне, где совсем... Совсем ничего нет. Совсем ничего нет. Ну, нельзя так сказать, что совсем ничего нет, но очень, как бы, большой пробел. Вот. И, соответственно, здесь мы рассчитываем в этой инфраструктуре, так, чтобы это не пугало, там, наших клиентов, покупателей, что это ляжет на их плечи. И все-таки мы рассчитываем, конечно, что это в большей степени будет заполняться внешними посетителями. И у нас, даже вот если взять такой, как бы, кластер, в котором мы находимся, у нас в целом с трех сторон у нас окружает коттеджная застройка, которая в общей сложности составляет где-то примерно тысячи коттеджей, да, то есть домовладений. То есть это уже, в принципе, приличная... Совершенно верно. То есть задача взаимодействия со всеми, да, с теми, кто раньше оказался здесь. Да, то есть, может быть, как раз просто мы здесь, как таким, каким-то пилотным проектом выходим, да, и покажем другим девелоперам, а может быть, даже и подумаем, как нам дальше, потому что это все-таки не последний проект, потому что у нас много земельных активов, которые мы собираемся развивать и на Истринском водохранилище, и там, скажем так, и вполне возможно, что будут поселки эконом-класса, то есть мы там будем тоже думать, как именно создавать вот эти зоны для отдыха. То есть мы, по сути, и для себя, и для других девелоперов какой-то сейчас дадим пример, и, может быть, это даст даже толчок для того, что это даст направление какому-то новому бизнесу, и, может быть, даже как франчайзинговому, который позволит именно не только там на Новорижском направлении, а вообще по Подмосковью именно создавать вот такие зоны, потому что все-таки тенденция к тому, чтобы двигаться, расширяться, то есть не сгущать поток именно в пределах МКАДа, а как-то уже вот именно думать и о том, как людям работать. Вот, кстати, немаловажный момент, что мы предусмотрели в нашей инфраструктуре, в поселке Радость, мы предусмотрели такую опцию, как каворкинг. Это такое распространенное, в принципе, в Европе, и у нас уже все чаще появляется, это можно увидеть там в аэропортах, да, то есть это такие как бы зоны свободные, где как временные офисы, да, то есть человек здесь для себя сочетает как вариант такого как бы кафе, и в то же время офисы, в котором он может получить все необходимое для того, чтобы он мог спокойно работать, потому что, находясь на территории там своего коттеджа, может быть, не всегда удобно, то есть не все могут работать. Главное, что не надо опять, да, выдвигаться в Москву, стоять в пробке. Да, опять же можно пригласить каких-то партнеров, коллег, да, то есть можно встретиться, провести переговоры, даже конференц-зал предусмотрен, вот, вся оргтехника и прочее. Виталий, огромное спасибо, к сожалению, времени у нас закончилось. Виталий Мишуков, коммерческий директор компании M9 Developing, был сегодня в бизнес-классе. Спасибо вам, спасибо за внимание, всего хорошего, успехов в бизнесе.